В городском округе Люберцы прошла очередная встреча с жителями. На этот раз представители администрации совместно с главой округа Владимиром Волковым выслушали вопросы и пожелания жителей деревни Марусина. Тему продолжит наш корреспондент. Спортивный зал 28-й школы стал временной администрацией городского округа Люберцы. Профильные заместители главы, руководители управляющих компаний на месте и готовы отвечать на вопросы. Большинство жителей обращаются к представителям ЖКХ благоустройства, дорога и транспорта. Маршрут 12-27. Его с 26-го числа вообще сняли. Он у нас от торгового центра Заречный дом 29 Марусина, Некрасовка и Новокосино. У нас сейчас дети в поликлинику на Салтыковской ездят. Ездят многие работы на Новокосино, на Некрасовке. Метро Некрасовка это ближайшее наше метро, которое здесь до нее ехать 15-20 минут, если именно по этому маршруту. Есть еще, например, Суркан, который тоже Минтранс ссылается, что мы можем в нее присесть. Но он едет через Люберцы. Метро Котельников, час. Совместно с министерством данный вопрос будем решать. По поводу маршрута 12-27. Скорее всего вопрос будет решен положительно и маршрут поедет. Некоторые вопросы жители округа адресовали на прямой углове. Александр Хрулев живет в Малаховке. Ногодетный папа обратился с просьбой залить каток на территории летнего парка. Ответили, что оперативно будет сейчас залит каток, а глобально уже выделены деньги и разрабатывается проект, который будет, надеемся, в 2024 году реализовываться. Ряд обращений к остолся качества водопроводной воды, содержания контейнерных площадок и вывоза мусора. Проблемы с общественным транспортом в микрорайоне Зенина и регулярными потоплениями в ЖК Кореневский форт глава округа взял на особый контроль. Луиза Игязыря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.